Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапу-регион в студии Ирины Меркурьевы. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В центре курортной зоны у всех на виду предприниматели решили поставить шашлычную. А ВОЗ и ныне там. Жильцы многоэтажки на улице Ленина не нашли мусорный контейнер за завалами отходов. Политика контроля. На постоянном учете иностранные граждане и безопасность в транспорте. Свежий ветер ворвался в город рок-музыкой. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. У всех на виду в центре курортной Анапы предприниматель решил поставить шашлычную. Без оформления разрешения. Еще вчера вечером этих столбов по периметру уютной зеленой зоны вдоль пешеходной дорожки на улице Владимирской 84 не было и в помине. Столбами пометили свою территорию вчера к ночи. Глава города увидел этот вопиющий фактор наутром. Сергей Павлович тотчас же заставил все ответственные службы разобраться, кому взбрела в голову такая сумасшедшая идея пренебречь интересами горожан ради собственной выгоды. Выяснилось, что очередной торговый павильон чуть не возвели здесь не поймай нахалов за руку. Ботев Евгений Владимирович, земельный участок под некапитальный торговый павильон. Аренда земельного участка с 2012 года по 2017. Здесь есть такие моменты, как охранные зоны, вода, канализация и газ. На данный момент полные нарушения, за что сейчас данный человек будет привлечен к административной ответственности по некоторым статьям. Кстати, нам стало известно, что за фамилиями, значащимися в документах на землю, стоит один из руководителей силовых структур. Невзирая на чины и регалии, такому беспределу глава города намерен положить конец раз и навсегда, что особенно приятно. И жильцы окрестных дворов не стали молча наблюдать за происходящим, а проявили жесткую гражданскую позицию. Да зачем эти торговли? У нас торговый павильон, вот смотрите сколько. Вся территория занята ними. Решетскую площадку бы лучше сделать. Деревья посадили. Магазин на магазине. Защиту этой зеленой зоны выступила и общественность. Здесь торговому павильону не бывать, а вот зеленым деревцам здесь самое место. Прямо сейчас будут посадки деревьев. Мы будем стоять, пока не посадят. Сегодня же на территории набережной у центрального городского пляжа, в районе ресторанов «Золотой пляж» и «Рандеву» по требованию управления муниципального контроля были демонтированы шашлычные, незаконно стоящие на муниципальной земле. Так что информация для всех перед началом курортного сезона весьма поучительная и полезная. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Евроконтейнер без евроуслуг. Жители дома по улице Ленина 163 негодуют. В управляющей компании коммунальщик, не известив о своих намерениях, решили убрать с площадки четыре мусорных контейнера. Теперь вместо них стоит всего один – евростандарта. Обратную сторону стандартов изучила Алина Гумерова. На всех жильцов дома одного контейнера явно не хватает. Это видно по завалам мусора на площадке. Уже несколько дней эта грязная ситуация не меняется. Специалисты управляющей компании никакой информации людям не сообщили. Здесь раньше стояло четыре контейнера. Вот сейчас вот прикатили вот этот вот один контейнер и все. И вот сейчас вот такой вот беспорядок здесь творится. Караул. Приехала машина, собрала контейнера, которые у нас были ранешние. И все. И увезло. У новостройки на Ленина 163А своих контейнеров нет. Поэтому отходы они выбрасывают на мусорную площадку соседей. Объем мусора из-за этого увеличился в несколько раз. После нововведений по евростандартам на площадке стоит всего один контейнер. Но потребность выкидывать мусор ни у кого не исчезла. Почему выражали? Не знаем. Вот именно что не знаем. Буквально вот недавно висело объявление о том, что там будет собрание по поводу цены. И прошло собрание, думали все договорились, и все нормально, в счете придет оплата. Утром выходим, вот вчера или позавчера не будем выходить, а смотрим, такая свалка. Вчера. Вчера, да. Не знаем, на что теперь мусор не выкидывать. Рядом с такими мусорными завалами играют дети и мамы с колясками. Напротив площадки продуктовый магазин. Мусор разлетается по всей территории. Пока температура воздуха днем плюс 15 градусов, что будет при плюс 30. Когда будет тепло, жарко. Если будет вот так все продолжаться, вы представляете, какой будет тут запах стоять? С такой ситуацией столкнулись жильцы не только этого дома. Специалисты управления ЖКХ разбираются и пытаются найти решение. А пока ищут, мусорные баки утопают в отходах, площадки завалены и возмущение на пчан понятно. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Ужесточение правил парковки и ограничение движения по центральному улицам. На Совете безопасности обсудили проблемы движения транспорта. Подробности расскажет Вадим Родин. Заседания двух комиссий – антитеррористической и дорожной безопасности – проводились одновременно, чтобы до начала курортного сезона упорядочить стоянку автомобилей в местах массового пребывания людей. Последние события в Волгограде показали – транспорт все активнее используется террористами. Мы стоим на пороге высокого сезона. Я хотел бы, чтобы те ошибки, которые были допущены в прошлом году, максимально были устранены и мы максимально обезопасили население города. Урота и нашей гостей от возможных проявлений терроризма с помощью и при помощи транспортных средств. Именно на летний сезон в Анапе приходится пиковая нагрузка и по количеству людей, и по количеству транспорта. То, что происходит на улицах сегодня, просто недопустимо, отметил глава Сергей Сергеев. Если мы приучим своих жителей исполнять правила дорожного движения, поверьте нам, летом в высокий сезон будет намного проще работать. Мэр Сергеев попросил полицию обращать особое внимание на тюнингованные автомобили с низкой посадкой, тонированные с громко кричащей музыкой и спортивными глушителями. Отдельно уделить внимание тем, кто, несмотря на знаки и дорожную разметку, паркуется вразрез действующим правилам. За нарушение правил остановки стоянки в 13-м году было выявлено 1546 нарушений. Здесь штраф идет от 1000 до 2000. За прошедший период, 14-го года, по этим же статьям, нами уже составлено 588 административных батакулу. За год было 1500, но уже 588. За нарушение правил остановки стоянки, эвакуя транспортный след на штрафную стоянку в 13-м году 1296 автомобилей, в этом нагрузе 607. Итогом заседания комиссии стало решение ограничить парковку на улице Краснодарская между Крымской и Горького, а улицу Горького сделать исключительно пешеходной. Улица Горького должна быть без транспортных средств. Мы с Андреем Анатольевичем довольно часто разговариваем. Вот живут здесь в Латвии, да? Я их не заставлял там строиться. Но если он на своем Х-5 заехал, не надо показывать всему городу и отдыхающим, что, смотрите, какой дом имеет, какой Х-5. А я не завидую ему. И вы, я думаю, не завидуете. Но убери его во двор. Не надо ставить на тротуаре. Для борьбы со стихийными парковками на тех улицах, где она запрещена, по поручению мэра в ближайшее время будет приобретен и введен в работу так называемый паркон, устройство, которое будет установлено в патрульной машине дорожной полиции. Проезд вдоль стихийной парковки обернется для нарушителей штрафами. Данные о нарушителе автоматически попадают в базу данных Краснодара. Договориться не получится. Штрафовать будет безэмоциональный и беспринципный робот. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. Постоянный контроль миграционных процессов в Анапе дал результаты. Гости из стран ближнего зарубежья не едут больше к нам на заработки. Неудобно и дорого. Неудобно, потому что контролируют и проверяют постоянно. Дорого оплачивать штрафы. На очередном селекторном совещании обсудили итоги работы с мигрантами за неделю. О чем еще говорили на совещании, расскажем прямо сейчас. На территории Краснодарского края продолжается работа по противодействию любым террористическим проявлениям. Заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Михаил Додатко доложил о результатах проверок в муниципальных образованиях. По сравнению с прошлой неделей, показатели эффективности работы увеличились. На совещании отметили, в крае необходимо усилить работу по обеспечению исполнения решений Совета безопасности и решений антитеррористической комиссии. Это позволит еще больше противостоять терроризму. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов обсудил итоги работы за неделю на территории Анапского района. Он недоволен низкими показателями выявления резиновых квартир. У нас практически ноль. По сути дела, я делаю вывод, что у нас или их нет, или мы не проводим данную работу. Сергей Козлов потребовал усилить работу в этом направлении. Нацелить участковых уполномоченных на постоянные проверки в жилом секторе. Особое внимание уделить гостиницами санаторно-курортному комплексу. Также заместитель мэра напомнил о своем поручении транспортному управлению на прошлом совещании. Листовки антитеррористической направленности должны быть в аэропорту, ЖД и автовокзалах и на всем пассажирском транспорте. То, что я видел в последний раз, проезжал, это меня не устраивает. Кто-то какие-то рекомендации звонит, ложный звонок и так далее, будете наказаны. А где основное? Что должен гражданин знать? Чего должен опасаться? О чем должен быть предупрежден? Чему должен быть у него приковано внимание? И кому он должен сообщить в этом случае? Вот об этом мы говорим. Об этом речь идет. Власти Анапы усилят меры по всем этим направлениям. Об обнаружении подозрительных предметов в транспорте на остановках, в подъездах и чердаках анапчане могут сообщать по телефону 46882 3528102. По этим же номерам принимаются сигналы о бесхозных автомобилях и подозрительных лицах. Алина Гумерова, Станислав Фалько, Анапа. Регион. И к другим темам. Первый муниципальный этап краевого фестиваля современного неформального молодежного творчества «Свежий ветер» прошел в Центре культуры Родина. Участники фестиваля 11 рок-группы «Напчан» представили два направления – лайт и хард-рока. Ирландец, китаец и просто Джонни. Состав рок-группы «Джамп Дэй» первыми представили свое рок-творчество в направлении хард-рок. Брутальные снаружи, романтики внутри. Валентин Чащин, он же ирландец, при всех зрителях в зале подарил «Цветы даме сердца». Конечно, очень приятно. Все поймут, конечно же, это эмоции. Ты какую музыку слушаешь? Я вот уже начала слушать рок. Общие интересы сближают. Круг интересов Валентина широк. Получил диплом программиста, играет рок, работает диджеем. Любой рокер – он рокер. Он и в жизни, и в быту, он рокер. И только. Но при этом, при всем время сейчас такое, что ограничивать себя какими-то, если говорить о музыке, направлениями, жанрами. Вот в плане предпочтений музыкальных смысла, наверное, нет. То есть слушается любая музыка, которая музыка. Вот и все. Но, конечно, упор на тяжелую, причем на музыку гораздо более тяжелую, чем мы играем в составе, ну, джем-дэй. «Я не подарок, я сюрприз» – так в своих песнях отзываются о себе сами участники рок-группы. В лирической зиме понятное и знакомое зрителям приятное вокальное сходство с Григорием Лепсом. Группа «Высокий берег» – ярко выраженное направление интеллектуального арт-рока. Коллектив «Роуд Кроу» собрался за месяц и сразу на сцену, сразу на конкурс. Из 11 участников конкурса лучшими назвали две группы. В стиле «Хард-рок» – «Джемп-дэй» в номинации «Лайт-рок» – коллектив «Пипл оф лайф». Продолжат фестиваль музыканты в стиле рэп. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды на завтра. В четверг 6 марта в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью до 9 градусов тепла. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова